Привет всем на канале, поехали с нами. Сегодня мы посетили Луксор. Только приехали в Луксор. Сегодня попытаюсь сделать обзор всех экскурсий Луксора, все храмы, все что здесь есть. На входе нас проверили с металлодетектором и сейчас в главном зале какая-то вот такая вот штука про нее там гид активно рассказывает. Что-то наш гид спереди с палкой машет. Там мы вышли из зала и пойдем сейчас гид рассказывает, что можно покурить и остальные могут дальше пройти там куда-то, вот впереди что-то красивое. Карнакский храм. Я сейчас сниму немножко панорам, но гид сказал, что мы все бежим за ним и уже на обратном пути мы можем возвращаться к автобусу, снимать все медленно и красиво. Так что сейчас возможно что-то пропущу, но чуть позже там по видео будет уже более развернутый Карнакский храм. Ну в принципе он везде будет развернутый, так что смотрим. Пока впечатление красиво. Народа мало, не сезон сейчас, середина декабря, не жарко. На входе в храм аллея сфинксов. Выглядит красиво. Ага. 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 А я вам сказал, какие это установлены. Бригада. Один пример. У древних египтян я руками покажу. У древних египтян не было семейниц. Не было семейниц. Не было семейниц. Это не было. Это потому, что я вам сказал. Вот современный камень. Единственные камни. Или единственные колонны. Оригинальный камень. У нас все колонны построены вот так. Прямо. Один камень на другой. Каждый камень два тонны. А если не было семейниц, как они заложили камень тогда? Вечером, когда катаются в ванилу, я вам покажу, как растут трава в Ниле. Они это все собрали. И на них наливали курильные яйца. Ну, яйца. Только представьте, столько яйца. Гид рассказал, что эта часть восстановленная 90% это зал для приношения подарков. Это самая первая, так сказать, центральная часть этого всего монумента, в который мы попадаем после обыска полиции у нас на металлоискателе. И здесь она открытая. Когда-то была крыша, но до нашей эры, в каком-то 39-м или 27-м году до нашей эры, она обвалилась после землетрясения. Красиво. И радует то, что мало народа. Едьте сюда в декабре. Однозначно. Здесь жрецы в этом зале принимали подарки. Ну, подарков уже нету, их все равно разграбили. Гид очень не любит арабов. Говорит, что они не арабы, а египтяне. Потому что арабы хотели здесь все разрушить. Та часть там, туда не пускают. Там еще ведется раскопки до сих пор. Мы туда не зашли и сюда не зашли. Вот это следы того, как пытались арабы, когда захватили Египет. На стенах видны такие, ну, как бы вмятины. Арабы пытались это разрушить. Сегодня тепло. Около 30 градусов. У нас очень эмоциональный гид. Он по совместительству еще историк и археолог. Гидам рассказал нам, что покажет того, чего вообще никто еще не видел. Чего никому не показывали. И заведет те залы, в которые никто не заходил. Гид назвал нас бригада, чтобы мы не потерялись. И идет с каким-то древним посохом. Мы только и слышим во всей этой толпе бригада, бригада. Здесь аллея баранов. К ней мы придем на обратном пути, когда будем возвращаться, я подойду ближе. Сниму это все. Очень красивый вход в сам храм. Очень масштабно выглядит. Высотой, ну, наверное, этажей, ну, может, с 8, с 9. Вряд ли. 7-8 этажей стандартного дома. Вышла с самошем со своего отца. Понял. Они часто между собой-а? А это жена. А почему тогда не налево? Я сказал налево какая жена? Официально, а это уже не отца. Пошли просто. Это просто? Коллеги там с туристами показывают нам, как это было закрыто. Но не сохранилось из землетрясения. А посмотрите, краски на верх. Это восстановлено, я же сказал. Ну ладно, краски восстановлено, а надписи смотрите. Восстановлены или оригинальные? Надписи. Бригады, все, которые отвечают на оригинальные, смотрите. Вот туда есть упряты, это снимать на память, потому что это тут анхамук. Это в Британсском музее. И еще в Лондоне, и еще в Каире. А в Британсском музее почему? Хауар де Картер, который обнаружил гробницу. Он туда много всего отправил. Представляете, как обидно было? И посмотрите, как выглядит мумия. Видно? Видно кошка? Правильно отвечает, я подарю хороший подарок. Как лезут? Кошка охраняет дом. И туда еще, бригада поближе. Смотрите на крыльщик туда. Смотрите чуть-чуть ближе. Видно анха. Бригада насчет анха. Я сказал долголетия, но туда вам видно две картуши рядом. Это восстановлено. Вот такие краски. Но никогда не увидели у фараонов один картушь. Вот туда раз-два. Смотрите. Раз-два. А где пишут имена, картушь называется. А почему две картуши тогда? Один бери рождение, а второй бери коронация. Я имею в виду, когда карнавали. Пожалуйста, мужчина. У вас какой автобус? Картушь это паспорт у древних египтян. Вы высотой 32 метра. Это цель из одного камня 40 тонн. Туда нам объяснят. Хачипсутта. Это ее амбинизм. Один только нам сказал. Малчик, тот Малчик, он все разрушил. Единственное, не память во всему Египту. Хачипсутта. Не разрушился перед вами. А почему не разрушил? А? Эти цель, он все разрушил. Но это Александр не разрушил. Ни звук. А почему не звук? Потому что это вам тяжело писать. Хотя бы очень логкая битва. Я сказал и вас научил. Любой фараонист. Тебе тоже не вызывает. Собрали подарки. Поэтому все ходят за забором. Там озеро. Показывай. Позорожник! Дерегата, пожалуйста. Мы находимся в Египте. Поэтому все туристы пришли сюда. Здесь много руин и много камней, которые принесли после землетрясения. Они уже поставили друг на друга, исключительно для туристов, сказал гид. В общем, это красиво выглядит, очень масштабно, но все как-то разрушено. Все сохранилось, потому что сделано из камня. А домики рабочих и крестьян, которые были по периметру этого храма, они сделаны из глины и они разрушились еще много тысяч лет назад. Все. Горяйца! Вы не смотри, мы здоровьем. Мы здоровьем не будем везде. Не торопись. Вон, кой. 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 сейчас мы идем по какому-то кладбищу камней это наверно после раскопок то что собирает саня говорит место раскопок я прослушал этот те камни которые собирают их здесь складывают надежде потом из них собрать новый храм рука Рандзеса второго вот это его печать которая означает что ну на ней написано его имя как в табалке-то они принесли обезьянки для развлечения это главный вход смотрите в конце туда видят две церкви вот туда издалека и ваших стрессов они иногда изображали просто обезьян которые отвечают за развлечения гид нас привел в ту часть монумента где оригинальные надписи высеченные на камне это выглядит красиво это место где сохранились оригинальные краски гид нас привел сюда сказал по особому секрету потому что он сам археолога у него есть доступа остальных туристов это не пускают сейчас мы спустимся в какую-то еще подземную часть этого храма там снимать нельзя но там очень красиво посмотрим и и и Продолжение следует... 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 мы возвращаемся к выходу сейчас дойдем до долины баранов здесь какая-то очень интересная архитектура это массивные мега массивные и сверхмассивные колонны которые держат каменный потолок и они стоят очень тесно друг другу целевое назначение непонятно но очень очень красиво и на них восстановлены иероглифы это не настоящие гид сказал что все иероглифы в этом зале они все восстановлены напомню когда когда-то это был крытый храм но землетрясение которое случилось до нашей эры его разрушила потолок крыша свода этого здания храма и теперь выглядит это так здесь люди приносили жертвоприношения и жрецы их собирали в начале видео мы заходили в то помещение вот три таких прохода ну как бы там тоже камни камни и камни центральные колонны не сохранились это был обзор карнакского храма пока что самое красивое что я видел в египте приехали мы сюда из хургады это луксор ехали 6 часов здесь хорошо середина декабря мало народа всем рекомендую посетить этот храм также подписывайтесь обязательно на наш канал ставьте колокольчик чтобы не пропустить новые видео всем спасибо 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 Продолжение следует...